Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем книгу Тавита, и сегодня девятая глава. Сегодняшняя запись будет очень короткая, потому что сама глава короткая. Но давайте прочитаем. Значит, идет свадьба в течение 14 дней между Тавией и Сарой, и Тавия зовет Рафаила. Здесь он уже называется Рафаила, но Тавия не знает, что он Рафаил, поэтому он обращается к нему. Брат Азария, возьми с собой раба и двух верблюдов, сходи в раги медийские, говорила, принеси мне серебро и самовое приведи ко мне на брак. Ибо Рагуил обязал меня клятвуя, чтобы я не уходил. Свадьба продолжается. Между тем, отец, мы считаем дни, и если я много замедлю, он будет очень скорбить. И пошел Рафаил, остался у Гаваила, отдал ему расписку, принес мешки за печатями и передал ему. Почему нужен верблюд, даже два верблюда в этом путешествии? Потому что там 10 талантов серебра, а это большая сумма. Там талант он разнился, но нижняя планка это 20 килограмм, верхняя планка 40 килограмм, ну 200 или 400 килограмм серебра. Это большая сумма, действительно большая сумма, потому что серебро тогда имело большую покупательную способность. И на грамм или 10 грамм серебра можно было купить больше, чем купишь сейчас. Золото, оно вообще, конечно, считалось царским металлом, но и серебро тоже очень ценилось. Вот, расписка, эта расписка была дана Гаваилам Тавиту, а Тавит с этой распиской отправил свою сыну Тавию за этим серебром. Значит, принес мешки за печатями и передал его. Значит, там как, естественно, это серебро паковалось, и паковалось, и ставилась печать, что действительно передали то количество, которое положено. И наутро встали они вместе и пляши на брак, и благословил Тавия жену свою. Все. Девятая глава прочитана. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго.